Сегодня Федору Добронравову исполнилось 60 лет. 9 утра, только с поезда из Сочи, где проходили съемки, а настроение радушное. Добронравов доброжелателен и смешлив, как почти все его персонажи. Иван Будько так порой и обращаются к актеру, прося автограф. Миллиарды просмотров в интернете по всему миру и всенародная любовь. Люди звонят, говорят спасибо, потому что их ребенок излечился полностью. Врачи не могут ничего понять. Когда он смотрит этот сериал, у него улучшается структура крови. Он не принимает лекарств, никаких, ничего. Наверное, это человеческие какие-то ресурсы, которые включаются, когда человек что-то или кого-то любит. Мы же что-то отдаем, считает актер. Он далеко не сразу, будучи уже взрослым, стал тем, кем хотел еще в детстве, клоуном. И смешит, и радует, и снимается, как пишут зрители, в кино живом, веселом, которое хочется пересматривать. За это еще и деньги платят. Вообще счастье, говорит Добронравов. Сергей Урсуляк, с которым они подружились еще в Сатириконе, снимает его часто. Федор Добронравов родился в Таганроге, в скромной семье строителя и работницы хлебозавода. Занимался спортом. Дважды сдавал экзамены в цирковое училище. Не взяли. Отслужил десантником, поступил в Воронежский институт искусств. Организовал молодежный театр, где начинающего, почти 30-летнего актера, увидел Константин Райкин и пригласил в Москву. Денег нет, прилавки пустые. Ни кино, ни съемок. Молодой артист с двумя детьми. Театр Сатирикон. Сейчас вспоминаю и не представляю, как им было тяжело. Но мы с братом этого не чувствовали. В нашей однокомнатной квартире всегда кто-то у нас ночевал, какие-то друзья из Воронежа, из Таганрога вечный праздник. Вспоминает артист Виктор Добронравов. Втроем на одной площадке они оказались впервые в фильме «От печали до радости». Можно вдруг что-то учудить и не задаваться вопросом, как партнер на это отреагирует. Даже до какой-то, может быть, грубости. Толкнуть, пинка дать кому-нибудь, рассказывает актер Иван Добронравов. «Нигде я себя отцом уже не чувствую в процессе наставничества, нравоучений. Может, раньше я учил их, как надо жить. Но сейчас я скорее друг какой-то, брат», признается Федор Добронравов. 13 лет он отслужил в Сатириконе, 17 в Театре Сатиры. Чтобы расширить свой диапазон и возможности, организовал продюсерский центр. «Хочется показать себя в чем-то другом. И делаешь поступки какие-то. А может, я и не прав. Может, Господь меня создал меня вот так веселить», — говорит артист. Он встречается со своими зрителями по всей России два-три раза в месяц. Записки из зала хранит. «Перечитываю. Думаю, они помогают меняться». Гуля Болтаева, Мадина Софина, Елена Масла, Александр Шмагин, Кирилл Вячин, Вести.